Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала! Нужно ли подкармливать смородину в ноябре? Как садовод с большим стажем, скажу, что данная подкормка не принесет кустам большой пользы осенью. Ведь в ноябре все жизненно важные процессы растений замедляются, а с приходом минусовых температур и вовсе полностью прекращаются. И, соответственно, корни не успеют напитаться необходимым калием и фосфором. Для ягодных кустов куда более важными осенними подкормками будет сентябрьская и октябрьская. Именно в эти месяцы куст укрепляется к зиме и закладывает урожай на будущий год. Так зачем же я подкармливаю кусты в ноябре? А все очень просто. Удобрения, внесенные поздней осенью под куст, будут доступны корням ранней весной. Ведь все мы знаем, что смородина раньше всех оживает после зимы. И именно в этот момент корни и возьмут наше удобрение, которое мы внесли в ноябре. А само удобрение к тому времени станет в доступной для корней форме. Можно внести любые удобрения пролонгированного действия. Но я для ноября покупаю обычно калийное фосфорное удобрение в пачке под названием осень. Такое удобрение есть в каждом садовом магазине и стоит кстати дешевле, чем распиаренные аналоги. Поэтому если нет желания собирать мелкую ягоду в следующем году, то обязательно подкормите в ноябре. Ведь душа радуется, когда ягоды крупные. Кстати, многие садоводы думают, что фосфор нужен растениям только осенью. И это заблуждение. Весной он еще более необходим, ведь фосфор это неотъемлемая часть ДНК и РНК растений. Именно поэтому весной он жизненно необходим для формирования здоровых бутонов, листьев, а также для поддержания процесса фотосинтеза и роста в целом. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. А также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...